Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует городская детская библиотека номер один имени Евгения Степановича Коковина. В декабре мы отмечаем 85-летие со дня рождения Эдуарда Успенского. Его сказочные повести больше половины века радуют маленьких читателей, а персонажи его сказок становятся литературными друзьями, мальчишек и девчонок. Писатель создал более 70 книг, однако не все они широко известны читателям. Если с крокодилом Геной, Чебурашкой, дядей Федором, котом Матроскиным, псом Шариком и почтальоном Печкиным знаком едва ли не каждый ребенок в нашей стране, то герои других произведений известны чуть меньше. Предлагаю мальчишкам и девчонкам вместе с Чебурашкой совершить путешествие к книжным полкам и познакомиться с обезьянкой Анфисой и армией Машиного Короля, городским мальчиком Митей и Жаб-Жабычем размером со стиральной машиной. А также вы узнаете, что такое Хендрики и Получальник. Повесть про Веру и Анфису понравится маленьким детям и шаловливым обезьянкам, а также маленьким мартышкам и проказницам девчонкам. Эта история началась в тот день, когда папа семейства Матвеевы собрал домой обезьянку с американского корабля. Обезьянку на корабле постоянно укачивало, а когда ее укачивало, она что-нибудь отвинчивала. И чтобы не оказаться посреди открытого моря на разобранном по запчастям корабле, матросы решили, обезьянку надо отдать в добрые руки и страховой пользы за нее дать. Так обезьянка Анфиса оказалась в семье Матвеева, состоящей из бабушки, директора школы на пенсии, мамы с папой, двух школьных учителей, и девочке Веры, которая должна была стать самой воспитанной в мире. А что было дальше, узнаете, взяв книгу в каковинке. Если с девочкой Верой и ее пушистой подружкой намаялась целая семья педагогов, то девочка Люся из повести «Меховой интернат» сама попробовала себя в роли учителя и стала преподавать письмо и хорошее поведение в необычной школе. Почему необычной? Потому что учились в школе не дети и даже не куклы-солдатики, а забавные меховые зверьки. Люсиным воспитанникам предстоит научиться читать, считать и писать, а также познакомиться со сложной наукой – обманизмом. Откуда взялись в подмосковном дачном поселке загадочные зверята и чем закончится дружба Люси и интернатников, вы узнаете из сказочной повести Эдуарда Успенского. Пока девочка Люся проводит уроки и записывает отметки в получальник, городской мальчик Митя отдыхает в деревне. Отправившись погостить к бабушке неприятнице, он попадает к бабе Еге, которая оказывается очень добросердечной и милой бабулей. Телевизора Возбушкина на курьих ножках к великому Митиному разочарованию нет. Зато есть волшебное блюдечко, показывающее, что происходит в сказочном дворце. А происходят там следующие. Подлый писарь Чумичка «Освободил Кощея Бессмертного!» А царя Макара заперли в подвале. Мальчик Митя вместе с бабой Егой отправляются на выручку. О том, чьей помощью они заручатся в пути и смогут ли одолеть Кощея Бессмертного и спасти царство на берегу Молочной реки, узнаете из книги «Вниз по волшебной реке». Мало кто задумывался, откуда появились фиксики, герои мультсериала, обожаемого тысячами детей. На создание самих фиксиков, занимающихся ремонтом электроприборов, авторов сериала вдохновила повесть Эдуарда Успенского «Гарантийные человечки». Герои этой повести живут в приборах и механизмах, в холодильниках, пылесосах и даже в часах с кукушкой. Но вот незадача. На гарантийных человечков объявили охоту сразу два внешних врага. Любопытная девочка Таня, которая не терпится изловить маленьких существ, и армия Мушинного Короля, чьим солдатам очень хочется колбасы, чтобы хорошо жить. Как же справиться герои со всеми трудностями? Все беды и неожиданности в уездном городе Энн происходили от Института генетики. Да и как им не происходить, если из Института постоянно что-то сбегало? То кролики с четырьмя ушами, то комары размером с ладонь и тараканы с лапоть. И жаб-жабыч убежал. А был он размером со стиральную машину и говорить умел. Но ничего, хорошо убежал, даже работу нашел. Стал нянькой для маленького Владика. Думаете, на этом закончилось приключение о жаб-жабыче? Нет, они только начались. Как жаб-жабыч обзаведется паспортом и отправится зарабатывать деньги на Мерседес, а также о том, что из этого выйдет, вы узнаете из повести жаб-жабыч сковородки. А самых маленьких читателей порадует сборник стихов Эдуарда Успенского. В них сочетается традиционный острый авторский юмор, внимание к деталям и лаконичная подача. Впрочем, удовольствие получат не только маленькие читатели, но и их родители. Многие произведения Эдуарда Успенского легли в сценариях художественных и анимационных фильмов, снятых не только в России, но и в других странах мира. Так, например, в 2010 году вышел кукольный мультипликационный сериал, созданный японскими художниками. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok